Всем привет, друзья! Короче, помните, да, рубрику «Девушки оценивают»? Сегодня мы ее продолжим, и по вашим просьбам, многочисленным просьбам, вы просили Максима Трухановца и Евгения Лося. Я прям сделаю так, что их будет два всего лишь в выпуске. Мы будем спрашивать у девчонок их оценки по лицу и по телу от 1 до 10. И также будем подходить к атлетам, там, к разным спортсменам, и будем спрашивать, типа, химики они, либо нет, что они считают. Короче, будет интересно, смотрим, не переключаемся. Поехали! Где найти дэв? Артур куда-то девчонок ведет вообще. Я стесняюсь, Канру, я... Да ничего страшного, но... Просто нужно будет оценить от 1 до 10 по лицу и по телу от 1... Да не бойся, ты тоже давай. Стесняйся, почему ты стесняешься? Все нормально. Такие девчонки красивые, чего вам стесняться вообще? Меня камера не любит просто, а я камеру не люблю, сома. Слушайте, девчонки, смотрите, два атлета будет, я буду показывать по три фотки. Сначала Евгений Лось. По лицу. Восемь. Восемь по лицу. Семь. Хорошо, по телу теперь оцениваем. Десятка, сто процентов десятка. Следующий атлет Максим Трухановец. Пять. Пятерка по лицу, а ты тоже пять. Пять. И по телу теперь? Восемь. Восьмерка. То есть вам Лось понравился больше по телу, чем Трухановец, да? Да. Как тебе Лось по лицу? Симпатичный, все хорошо. Насколько, от одного до десяти? Ну, девяточка. Девяточка, по телу теперь? Все прекрасно, все красиво. Десятка? Да. Отлично. Макс Трухановец теперь по лицу. Блин, ну это вот прям какой-то разблок, но все хороши по-своему. Поставлю... Чисто твое мнение. Поставлю шестерку. Шестерка? Шестерка, ты, блин. Шестерка по лицу, по телу? По телу тоже десятку. Твердая десятка? Да. Ты как спортсменка оцениваешь, да, таких накачанных парней на десятку, сто процентов? Ну, хорошая, отличная атлетическая форма. Блин, ну прям как у тебя, ты тоже хорошо выглядишь. Спасибо. Ребят, Денчик, Саратов, что-то надо тебя видеть там. Короче, нужное экспертное мнение. Мы сейчас выпуск делаем про трупановца и лося, девушки оценивают, короче, их по внешке. Как ты считаешь вообще, они на фарме, либо нет? Слушай, ну, блин, сложно на самом деле это сказать. Если честно, то если... Ну, как бы я считаю их как бы обоих натуралами, но натуральнее выглядит Макс. Да. Чисто, ну... Лось, он намного суше. Лось, он не то что суше, у него такое... Судя по фоткам, он суше намного. Строение мышц, да, мне кажется, у них процент жира одинаковый, просто да, как бы у лося немножко другое строение мышц, из-за этого у него как-то неестественно, знаешь, выигрывает они. А у трупановца всё хорошо сбалансировано. А как ты считаешь, вот по силовым они не могут химичить? А на натуралху это вообще во спорт? Ну, слушай, как бы я выиграл и лося, и трупановца. Лося выигрывал, в грузьях, на вортексе, трупановца выигрывал. Сейчас подписчики будут писать, Саратов сам химик что-то спрашивает. Баттли, да, баттли, как бы и они меня выиграют. Ну, по силам мы с ними одинаковые. Ну, в принципе, ты думаешь, что они в натуралху, да? Реально, ну, реально. На 100% или немножко сомневаешься? Слушай, я не могу говорить на 100%, я как бы свечку не держал. Но на сколько процентов они натуральны, по твоему мнению? Ну, на 80%. На 80%. На 80%. То есть шансик есть, что химичен, немножко подхимичен. Ну, как бы шанс есть, что каждый тебе химичен. Ну, все живо, да. Спасибо. Завернусь. Как он тебе по лицам, 1 до 10? 8. Восьмерка. Теперь по телу. 9. 9, ну почему? Чего не хватает? Идет необычность кубиков пресса. Друзья, а вот такие сухие парни тебе нравятся? Идет необычность кубиков. 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 Следующий атлет по лицу сначала. Максим Крухановец. Он вальсантой. 6. 6. Шестерка по лицу. Блин, все дают шестерку. Абсолютно. По телу. 7. 7. А что ему не хватает? Он такой же сухой, как и то. Какого быстро? Тащая сухая. Идет необычность кубиков. Просто по твоему вкусу, да, не очень доходим? Понятно. Всё, спасибо огромное. Брян. Всё, спасибо огромное. Артем Морис заценивает 9 московскую. Евгений Лось не знаю. Разве его нет? Нет. Нет? Короче, по лицу. Как он тебе трясет? Одного донести, да? Да, одного на десяти, подромче только говори. Девять. Девятка, по телу теперь. Десятка. Десятка. Да. Огонь. Теперь Максим, труха, навес. По лицу. По лицу. Пятерка. Пятерка. Кирилличная для меня. Ну, обычно шестерку ему ставят. Ты прям совсем занизила. По телу. По телу, семерка. Семерка, а почему семерка, а не десятка? Он, вроде, такой же сухой, как и лось. Ну, лучшая масса, мне кажется, причем дать прием поменьше чуть-чуть. А, хорошо. Семерка, да? Семерка. Все, спасибо большое. Как тебе по лицу? От одного до десяти. Семь. Семерка. По телу теперь. От одного до десяти. Да, все, потекло. Десятка? Десятка, да? Да. Следующий. Максим Трухановец, по лицу. Пять. Пятерка. Как предыдущая девчонку приоценила. И по телу. Шесть. Шестерка. А почему шестерка? Чего не вкатила? А, вены не люблю. Серьезно? Да. Ну, я поняла, что это, видимо, но это же субъективно. Не, сто процентов. Твое мнение. Шестерка, да, по телу? Все, спасибо большое. Спасибо. Братан, знаешь Максима Трухановца и Евгения Лося? Ну, это, вроде бы, самые, типа, ну... Самые мощные ребята, типа, из Беларуси. Не, 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 это, типа, вот эта, которая, ну, первая гей-бара беларуси. Гей-бара, ну да, типа того. Смотри, вот, это лось. Ну, ты ж видел, да? Конечно, с нами. Ты ж видел, да? Да, да, здорово. Итру Клиновец. Короче, а как ты считаешь, они на фарме или нет? По форме. Я думаю, что они без фармакологии. Без фармакологии. Да, и без. А как такую форму сухую сделать? Я не могу лечить. Они просто ебашат, я думаю. Серьезно? Да, я думаю, они ебашат. То есть, это возможно сделать без фарма абсолютно? Я уверен, 100%. Все, отлично. Спасибо, братан. Так, смотрите. Сначала по лицу от 1 до 10. И первый атлет показывает Крив Коткин. По лицу, как он вам? Да, по мне, так, шестерочка. Шестерочка, по-моему, лично. Ну, семерочка, наверное. Странно, все дают там 9-10. Странно. По телу. По телу, я по семерочке. Семерочка тоже? Да. А почему? Он же идеальный, типа, сухой, капец. Мне такие не нравятся. Не нравятся. А тебе? Ну, по семерочке. По семерочке. Следующий атлет, Максим Трухановец. По лицу. Нет, ну если тут шестерочка, то тут пятерочка. А если тут шестерочка. Тут шестерочка, да? Да. Ты даешь шестерочку, ты пятерочку по лицу, да? Да, по телу я бы дала меньше семерка. Меньше? Да, чем тот. Блин, странно. Все дают такой. Я бы даю шестерочку, да. Шестерочка по телу. Все, девчонки, спасибо огромное вам. Вот и все. Закончилось, да? Спасибо. А, подожди, нет, нам нужно маску надеть. Смотрите, короче, сначала по лицу от одного до десяти нужно оценить. Показываю три фотки. Сколько по лицу даете? Вот, одного до десяти. Я поставила, наверное, семерочка. Семерочка. Я восемь. Восемь. Это один и то же, если что, был. Да, мы поняли. По телу от одного до десяти. Десяточка. Десяточка, да, отлично. Максим Трухановец, по лицу? Нет, мне пять. Пятерка, по твоему мнению? Четверочка, да. Четверочка. Ты без скидок давай. Реально, твое мнение, четверка по лицу, по телу? Пятерка, я только по семь. Блин, практически все одинаковые оценки дают. Так это возможно. А почему семерка? Чего не нравится по телу? Суповат, мне кажется. Суповат. Вам немножко пожирнее, да, Наш? Как ты считаешь, они на фарме вообще, либо нет по форме? По силовым? По форме нет, и по силовым нет. Не на фарме? Вообще? То есть, он очень часто с ними... Единственный момент, они очень сухие, и по себе знаю, что вот такую форму сухую держать и показывать высокий результат, ну не знаю, очень тяжело. Вот только из-за этого можно было бы задуматься. По результатам, по мышечному объему вообще ни капли, ни на фарме. Не-не, сто процентов. Ну не сто процентов, девяносто, что нет. Девяносто, но все-таки есть какая-то доля сомнений. В нашей жизни все возможно, поэтому, но я думаю, что нет. Спасибо, брата. Все. Как он тебе по лицу? Красивый. Красивый. Сколько даешь ему от одного до десяти? Десять. Десятка. По телу? Шикарно. Тоже десятка? Тоже десятка. Огонь. Следующий? Первая десятка. Следующий, Максим Друхановец, по лицу? Тоже десять. По лицу десять? Подождите, подождите, я не присмотрелась. Ну давайте, семерочка. Семерочка? Семерочка. Хорошо. Такая десятка, семерочка. Семерочка. Следующий, Ацент. По телу красиво. По телу сколько? Десять. Десятка? Да. Ну конечно. Огонь. Все, спасибо. Ничего страшного не было? Да. Где бикинистка твоя? Мне посмотреть. Да. Где твоя бикинистка? Не было бы таким классным. Мы бы точно не имели такой огромной горелики. Так что я короткий прием. Ааа. Сначала десять, потом сижу. Да, да, да. Сейчас расскажу на камеру. Как он тебе? На какого? Обучай нет. Восемь. Да, восьмерку по лицу. По телу теперь от одного до десяти. Девятка. А что не хватает до десяти? Ну, талия мне бы получше широковатое. Широковатое, да? Да, но он классный. Да. Следующий, только навес. По лицу. Семь с половиной. Ну, давай целую будем тебя там за семь-осемь. Семь. По телу теперь. Еще раз. Семерка по телу. Опа-чего, ему чего не хватает. Мне тоже кажется, что дельта я бы добавила. Вот здесь хорошее, вот здесь я бы дельта добавила, и он визуально был бы треугольником. Вот так вот. Отлично, все, спасибо большое. Ты тоже занимаешься, да? Блин, а вот сколько лет занимаешься? Ну, во время, когда свет занималась, а в фильме звуки не сейчас наступает год. Выигрывала чуть-чуть? Красиво. Блин, красава. Сколько лет стоило часов там было. Красава, спасибо тебе большое. Ну, тут внезапно Пашка Павич оказался, короче. Здорово, братан, вроде тебя видишь. Как там на Дэвидуа, нормально все? Ой, блять. Жарко, жарко. Короче, у меня такой вопрос к тебе. Как ты считаешь, короче, лоси, друг и на с, они на парме вообще поселали по форме? Нет, я думал, что они на парме. Это исключительно длительное время, очень упорная работа, и правильное питание, и режим дня вот и до. То есть 100% на парме? Я уверен, что нет, потому что и того, и другого я видел в реальной жизни, а каких-то суперобъемов нет. Сечка есть, сухость есть, но это все... А силовые лютые? А что там лютого? Ну, там висят... Лютые силовые у этого. У Лазя Репортки Батвея, который... Слата, да, 107 врусил. Это там вопрос, а здесь как бы, ну, типа, что лучше? То есть не химики? Нет, я уверен, что нет. Берите с них пример, и это идеальный пример. Скорее всего, правда, есть листые генетики, да? Я в генетику не верю. Я думал, что труд, только труд. Учитывая, посмотрите на их страницы, сколько они делают, какие тренировки, и как длительно. Это около 10-15 лет тренируется. Потренируйтесь так же длительное время, и я уверен, что придете к такому же. Но, тренировки, это, конечно, круто, но все лишь 20% от успеха. Сон номер один, питание и минимум стресса, чтобы в их жизни, собственно говоря, все и присутствует. Спасибо, братан. Ребят, Лось-то оказался красавчиком. Я мужиков оценить вообще не могу. Макс руководовец не очень, а Лось прям очень, блин, для девчонок. Для меня они прям вот один в один оба одинаковые. Я не разбираюсь в мужиках абсолютно. КОНЕЦ